Приветствую вас, дорогие зрители! В 2015 году история семилетнего Ярослава из Пятигорска потрясла всю страну. Он написал письмо Андрею Малахову с просьбой о помощи. Вес ребенка составлял 76 килограмм, у него было ожирение третьей степени, эксперты в студии разбирались с данной ситуацией. У мальчика была непростая жизнь, родители часто выпивали и иногда обижали Ярослава. Отец их бросил и воспитывать ребенка стали мама с бабушкой. Глава семьи уверял, что это они откормили ребенка. Но те были не согласны с обвинениями в свой адрес и утверждали, что всему виной гайзм отца, который не уделял мальчишке свободное время. Тех, кто видел эту передачу, безусловно, интересуются, как сегодня складывается судьба ребенка, горько плакавшего на глазах у всей страны и умолявшего о помощи. Первым шагом на пути к потере веса стало бесплатное обследование мальчика в медицинском центре столицы. Врачи выявили патологию в правой почке. Мальчику назначили грамотное лечение, была правильно подобрана диета и физические нагрузки. В течение нескольких недель, которые он провел в клинике, вес потихоньку стал уходить. Елена Тимиргалева, бизнесвумен, еще на передаче предложила свою помощь и вскоре организовала для него лечебные процедуры в одном из самых дорогостоящих спа-центров России. Но, к сожалению, в весе он только прибавлял и вскоре весил около 80 кг. После этого Ярослава решил помочь блогер Дмитрий Майер. Он сам когда-то имел избыточный вес, но сумел взять себя в руки и сейчас его фигура в идеальном состоянии. Дмитрий рассказал, что он взял мальчика в свои руки и первые результаты появились через несколько месяцев. Ярик похудел на 20 кг. Но цель еще не достигнута. Дмитрий вместе с мамой строго контролирует диету, которая подразумевает отказ от сладких, жирных и мучных блюд. Мальчик ходит в спортзал и бассейн. Он полностью не исключил сладкое, а позволяет себе пару конфет раз в неделю. Теперь в школе Ярослав Мохов нашел общий язык с одноклассниками, его перестали дразнить, сейчас его уважают и привлекают к совместным играм. Теперь для них он другой мальчик, несмотря на то, что впереди еще есть над чем поработать, его мечта уже сбылась, благодаря неравнодушным людям. Дорогие зрители, поделитесь своим мнением в комментариях, поддержите канал лайком и подпиской, большое вам спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok